Ксения Шишкина переехала в советский район всего год назад. Выбрали это место не случайно в семье двое маленьких детей. Искали жилье с прогулочной зоной рядом. Озеро Родничок Надежды, которое расположилось посреди жилых домов, место притяжения для местных жителей. Мы рядом с домом, потому что площадка рядом, и вот они очень любят голубей тут покормить, рыбок посмотреть. А черепах их прям очень много. У нас рыбаки тут очень часто. Кто-то там пытается выловить, не знаю. Ловит, нет. Ловит маленьких, там что-то ловит. Детишкам очень нравится они. А куиньков ловит тут. В последнее время озеро загрязнилось. Жители стали жаловаться на резкий запах. Тогда было принято решение его очистить. В начале июля стартовали работы. Сейчас здесь избавляются от донных отложений. Прошлогодние опавшие листвы, водоросли и тины. Планируют выкачать со дна около 50 тонн грязи. Воду при этом фильтруют. Погружается рукав, где происходит откачка, пульпы. Это вода с донными отложениями. Это все попадает в геотубу, где происходит отделение ила от воды. На участке непрерывно трудится бригада из семи человек. Закончить работы по очистке планируют к концу июля. Городские власти обращают пристальное внимание к водоему. В 2020 году Департамент городского хозяйства и экологии проводил работы по биологической реабилитации озера. В этом году после ликвидации донных отложений специалистами-экологами профильного ведомства также будет рассмотрена возможность проведения работ по восстановлению экосистемы озера «Родничок надежды». Мария Левина, Николай Епифанов. События.